На прошедшей накануне сессии городского совета снова были зафиксированы случаи хамства со стороны сотрудников мэрии в отношении активистов и журналистов. Более того, отличился в этом смысле и сам городской голова. Прошедшая накануне сессия городского совета снова продемонстрировала не только редкое упорство господ депутатов, участвовать в деребане города, но и нежелание этих господ во главе с мэром отвечать за содеянное. И речь даже не идет о скандальных решениях, принятых в ходе заседания. Речь о том, как опять наша мэрская гвардия продемонстрировала редкое единодушие и сплоченность против тех, кто смеет ее критиковать. Начнем, пожалуй, с муниципальной охранки. За день до сессии на согласительное заседание не был допущен главный редактор издания избирком Валерий Болган. А уже в день сессии в фойе, а потом и у входа в здание мэрии, разгорелся конфликт между тетушками мэрии и журналистами-активистом Юрием Дьяченко. Сначала его долго не пускали внутрь и требовали предъявить прописку, а затем и вовсе вышвырнули за двери мэрии. У вас неадекватное поведение, поэтому покиньте административное здание. У меня адекватное поведение. Где полиция? На улице стоит полиция. Пойдем подъем. Вы меня в данном случае трогаете руками и толкаете. Не трогает? Он сказал, что не мешайте пропускному режиму. Вы не трогаете? Стойте. Еще раз, я имею право находиться в здании административном, будучи гражданином Украины, раз. Я не нарушаю закон и не нарушаю общественный порядок. Вы превышаете свои полномочия, понятно? Не превышайте своих полномочий. Вышвырнув бугая Юрия Дьяченко за пределы мэрии, муниципалы еще и обвинили того в том, что он испортил имущество мэрии, повредив вертушку, которой, к слову, вообще не должно быть при входе в это общественное здание. Неадекватное поведение в чем проявлялось конкретно? В образок. Вы пытались поломать оборудование. Никого не ображав. Нормально. Вы заважали. Вы поломали. Я стоял рядом с турникетом, правильно, потому что ждал, ждал, когда меня пропустят. Правильно. Вам надо было подождать, спокойно зайти. Так я и подождал. Так вы меня не пускали. Так почему в мэрии принято так по-хамски относиться к тем, кто представляет оппозиционные нынешнему голове силы? Это касается как журналистов, так и активистов. К слову, тот же Юрий Дьяченко неоднократно становился жертвой муниципальных тетушек и их силовых методов. По этому поводу были написаны заявления в полицию, зафиксированы по бой, но ведь никто так и не был наказан. И, скорее всего, не будет. Ведь мэрские ребятки берут пример со своего непосредственного начальника. Ну, все помнят, наверное, как сторонники Труханова ударили журналиста Би-Би-Си за неудобный вопрос о квартире в Лондоне. И как потом все это сам Труханов назвал наглой ложью и провокацией. Наверное, также обратили внимание, как хамовито разговаривал наш голова с журналистами с листва «Инфо». Вы хотите кошмарить Труханова, и вы сводите все к этому. А вы немножко шире посмотрите. Труханов ответит на все вопросы перед всеми. Проект, на котором вы там строили свою компанию. Я не строил компанию. В том числе был КАР. Это вы строите компанию. Это вы строите компанию на лжи и провокациях. А я послушайте. На ваших билбордах висела Виктория. Поэтому вы, как политик и как городской голова, вы должны иметь ответственность, в том числе за этот объект. Конечно, конечно. Вы не волнуйтесь, вы бы отвечали за ту ложь, которую вы несете в своих статьях. И опять журналисты несут ложь и провоцируют. Что же говорить о местных? СМИ, из которых только единичные не входят в зону влияния нашего нынешнего мэра и не обслуживают его интересов. И, ну да, конечно, лгут и провоцируют трепетного Геннадия Леонидовича. Как бы вы ни планировали вывести меня из себя. Боже, я не могу из себя. Вы что? Это же журналист. Не надо. Как бы вы ни планировали меня спровоцировать, вы, ваши коллеги, у вас это не получится. А чем я провоцирую? Вы ничем не провоцируете. Вот замечательно. Я вам просто говорю, как бы вы ни планировали, спровоцировать у вас это не получится. А чем я провоцирую тогда? Вы слышали мы это? Как я планирую провоцировать? Все, работайте. У меня вопрос. Вы отвечали на вопрос, который мне важно услышать и записать. Если у него будет время. Другой вопрос, что на неудобные вопросы неудобных журналистов времени у него нет никогда. Да и самого Геннадия Леонидовича тоже уже нет. В кабинете, на рабочем месте. Устав от принесенных провокаций. При деребании Одесской земли на сессии наш голова в очередной раз отправился в двухнедельный отпуск.